Как вы, ребята, решили, что Иисус был мусульманином? Во-первых, что такое мусульманин? Муслим происходит от слова «эслэмэ». Что означает «эслэмэ»? Да. Что означает «эслэмэ»? Я не знаю. Ты сказала, что знаешь арабский язык. Нет, я знаю арабский. Хорошо, очевидно, что нет. Знаете, раньше у них была такая вещь. Они делали всё плохое, а потом, когда ты говоришь ему, когда ты исправишься, а что насчёт Бога? Он говорит «Да всё в порядке, Иисус умер за мои грехи». Понимаете? Потому что некоторые люди думают, что, знаете, я могу приставать к детям, убивать младенцев, и делать все эти вещи, и, знаете, изнасилование и тому подобное. Если меня не понимают, мне это сойдёт с рук. Нет, это не сойдёт с рук. Потому что в конце концов вам придётся вернуться к своему Создателю и дать отчёт. Это хорошая книга, которая даёт понимание, что такое ислам в кратком виде. Так вы уже знаете об исламе? Нет. Хорошо, я могу рассказать вам очень быстро. Итак, в исламе мы верим, что есть только один Бог. Мы абсолютные монотеисты. То есть мы не верим, что Богов три или четыре или семь. И мы не верим, что Бог становится парнем или обезьяной. Мы верим, что есть только один великий Создатель, который создал нас. И он посылал нам на протяжении истории пророков, таких как Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммад, мир им всем. Мы верим, что один и тот же Бог посылал их с одним и тем же посланием. Поэтому мы назвали свой фонд «Одно фундаментальное послание верно». Ни один пророк не приходил и не говорил «поклоняйтесь чему-то другому». Но каждый пророк говорил «Ваш Бог один верно». Вы ведь знаете десять заповедей? Первая заповедь «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един верно». Вторая заповедь «Не поклоняйтесь идолам». Но то, что произошло после, это то, что последователи изменили учения. Если вы посмотрите на большинство церквей сегодня, вы увидите идолов. В католических церквях вы увидите святых, понимаете? Или, по крайней мере, вы увидите, как создаются идолы Иисуса, или изображения. Хотя мы даже не знаем, как он выглядел, верно? Так что всё это идолопоклонство, это уже не монотеизм, верно? Люди стали поклоняться Иисусу вместо того, чтобы поклоняться Богу Иисуса. Как это делал Иисус, верно? Мы верим в истинное послание Иисуса. Как он поклонялся Высшему Создателю, так и мы поклоняемся Этому Создателю. Как Моисей поклонялся Единому Создателю, так и мы поклоняемся Единому Создателю. Но если вы посмотрите на иудаизм сегодня, многие из практик, они не из Туры, и они не из Талмуда. Они просто от равинов, которые придумали это. Берут цыплят, поднимают их над головой, и всё такое. Всё это не основано на Писании, верно? Поэтому мы, мусульмане, строго соблюдаем Священное Писание. Поэтому мы поклоняемся Богу пять раз в день, как Коран и Пророк Мохаммед Мирима показали нам. Мы не празднуем Рождество, потому что знаем, что Рождество не из Библии. Мы знаем, что раньше это был Сатурн, который был язычником. Это из язычества. Вот именно. Ты образована, это здорово. Ты уже знаешь. Но если вы пойдёте в большинство церквей, там празднуют Рождество. Санта-Клаус, олени, гоголь, моголь и подарки. Всё это имеет языческие корни. И знаете, Амела, это всё из язычества. Но знаете, сегодня люди превратили религию в способы зарабатывания денег. Верно? Папа и всё такое, верно? Но мы здесь... Нам за это никто не платит. Мы здесь только потому, что мы верим в послания. Мы сами покупаем всё это и раздаём бесплатно. Знаете, мы не просим пожертвований или чего-то подобного. Потому что мы искренне верим, что если мы соединимся с нашим Создателем, это объединит человечество. И у нас не будет этого, знаете... О, они забирают мыть Землю. И всё это, понимаете? В конце концов, как бы там ни было, вся Земля принадлежит Богу, верно? Мы здесь только временно, верно? И все эти войны и борьба из-за вещей происходят потому, что мы оторваны от нашего Создателя. Когда мы соединяемся с нашим Создателем, эти вещи станут ясными. Как сегодня, у каждого своя мораль, верно? К примеру, Праунд Бойс или Антифа. У вас два совершенно разных мировоззрения, верно? Ну и какой из них правильный? Ну это просто зависит от точки зрения, верно? Всё субъективно. Но когда вы смотрите на божественную мораль, она объективна. Как повеление Бога «Не убей, не укради». Мы говорим, что это определено Богом. Так что это не похоже на мораль Робин Гуда «Я буду воровать у богатых и отдавать бедным». Нет, воровать нельзя, потому что этому богатому парню не понравится, когда его обкрадывают правильно. Так что всё это возвращает нас к тому, подчиняемся ли мы нашему Создателю. Вот что такое мусульманин. Мусульманин – это тот, кто подчиняется Создателю, правильно? Мы не говорим «Я буду делать то, что я хочу». Нет, но я буду делать то, что хочет Создатель. Создатель знает лучше. К примеру, если вы посмотрите на любую технологию, кто знает её лучше всего? Её Создатель? Верно. Я имею в виду, у нас есть разные модели смартфонов Samsung, Apple. Кто знает их лучше всех? Знает, сколько воды он может выдержать, сколько тепла он может выдержать, как лучше его заряжать. Это производитель. Поэтому вместе с ним они посылают инструкцию, правильно? Вроде небольшого руководства производителя, в котором рассказывается, что делать, а что не делать, верно? Вы ведь не будете говорить «Забудьте инструкцию, я думаю, я сброшу его создание и посмотрю, что с ним будет». Тогда вам придётся потратить ещё тысячу долларов на новый смартфон, верно? Или полторы тысячи, верно? Мы же говорим «Смотрите, наш Создатель задумал это, он создал это, он создал нас, он послал к нам руководство, он не оставил нас без руководства». Точно так же, как если бы ты создала что-то новое, ты бы научила людей, как этим пользоваться, верно? Ты бы не сказал «Вот, разберётесь сами, верно». Поэтому мы не верим, что послания могут поменяться. Знаете, послание, которое было дано Аврааму и Моисею, было одинаковым. Оно заключалось в том, что «уверуйте в единого Бога, делайте добрые дела, держитесь подальше от грехов». Поэтому мы считаем, что это послание было тем же самым. Христиане скажут «Ну, когда Иисус пришёл, Он умер за ваши грехи, и теперь спасение бесплатно». Что это значит? На протяжении всей истории нужно было делать добрые дела. А теперь вы просто верите в Иисуса и идёте в рай, несмотря ни на что? Это непоследовательно, верно? Мы верим, что Иисус принёс одно и то же послание. Он сказал то же самое. «По делам их, узнаете их». То есть по вашим делам, по тому добру, которое вы делаете. Опять же, Бог настолько велик, что, знаете, наши дела и не принесут Ему никакой пользы. Но наши дела — это проявление наших стараний. Но в рай мы войдём только по милости Божией. Это то, что доставит вас в рай. Но мы делаем добрые дела, и мы держимся подальше от грехов. Мы не просто говорим «Знаешь, Иисус умер за мои грехи, поэтому я буду делать то, что хочу». Для меня это просто попытка избежать ответственности за свои поступки. Поэтому, когда вы живёте по этому принципу изо всех сил, мы верим, что у вас будет хорошая жизнь в этом мире. Например, мы, мусульмане, не пьём алкоголь и не употребляем наркотики, и не делаем вещи, которые причиняют нам вред, верно? Так что это хорошая жизнь. Мы женимся, у нас рождаются дети. Мы не говорим, что нужно быть священником и никогда не жениться. Потому что, знаете, такая жизнь противоречит тому, что мы называем фитрой, или природой человека. Поэтому у вас есть все эти священники и маленькие мальчики, и все эти проблемы. Потому что они изменили то, как человек должен жить. Вы должны жениться, у вас должны быть дети, у вас должны быть семьи, священники и проповедники, все. Почему? Потому что это естественный образ жизни, который должен быть. Если вы и так живёте, то у вас будет хорошая жизнь в этом мире. И мы верим в загробную жизнь. Мы считаем, что эта жизнь — это всего лишь этап. Например, было время, когда мы были душами. Вот почему иногда ты встречаешь кого-то, и он тебе сразу же нравится. Пророк Мухаммад, али-и саляту вассалям, сказал нам, что до этого мира мы были душами. Вы знаете, как бригады армии. Как будто мы были в группах, и люди встречали друг друга. Именно поэтому в этом мире иногда ты встречаешь кого-то, и у тебя сразу возникает хорошее предчувствие. Да, бывало такое. Абсолютно. Так что это нам объяснил пророк Мухаммад, али-и саляту вассалям. Затем мы вошли в жизнь в чрево матери. Это была совсем другая жизнь, верно? Я имею в виду, сейчас я и говорю с тобой. Но когда ты была в утробе матери, ты не разговаривала с людьми. Ты не ела, ты не пила самостоятельно. Была просто пуповина, присоединенная к вашему животу, которая кормила вас. Вы знаете, жидкость попадала в ваши легкие. Это был другой мир, другая жизнь. И через 9 месяцев ты умерла из той жизни и пришла в этот мир. Все изменилось. Теперь вы дышите воздухом. Ваша продолжительность жизни намного длиннее. Ты можешь разговаривать с людьми. У тебя есть зубы. Ты ешь. У тебя есть работа. Понимаешь? Я имею в виду, представьте, если бы мы сказали этому ребенку в животе, что когда-нибудь он будет гулять по парку Бальбоа, и там будут деревья, и будет вода. Он скажет, о чем ты вообще? И то же самое со следующей жизнью. Знаете, после этой есть еще одна вечная жизнь. Когда мы говорим об этом, некоторые люди спрашивают, ну как можно жить вечно? Что такое раль? Знаете, люди создают из этого мультяшный образ. Но это не так. Пророк Мухаммад, алейсаляту ассалям, пророк Иисус, Авраам, Моисей, все они принесли послание о том, что есть вечная жизнь, и что эта жизнь другая. Вы больше не будете кормить, работать, как сейчас, верно? И в этом мире вы зарабатываете для загробной жизни. Если ты хороший человек, веришь в своего Создателя, не поклоняешься никому, кроме него, не воруешь, не убиваешь, живешь праведно, ты будешь вознагражден милостью Божией. И загробная вечная жизнь будет со своими семьями. Все вместе. Больше никакой боли, никаких трудностей. Потому что этот мир испытания. Вот почему у вас столько боли и страданий. Даже если ты богат, ты все еще болеешь. Ведь коронавирус не делает различия между богатыми и бедными, понимаете? Ирак не делает различий. Почему? Потому что эта жизнь временна. Это и есть испытание. А потом загробная жизнь навеки вечна и верна. Поэтому мы здесь, чтобы делиться этим посланием. Потому что некоторые люди думают, что, знаете, я могу приставать к детям, убивать младенцев, и делать все эти вещи, и, знаете, изнасилование и тому подобное. Если меня не понимают, мне это сойдет с рук. Нет, это не сойдет с рук. Потому что, в конце концов, вам придется вернуться к своему Создателю и дать отчет. Вы знаете, это не так, что... О, я буду продавать наркотики, тусоваться с членами банды. Знаете, раньше у них была такая вещь. Они делали все плохое, а потом, когда ты говоришь ему... Когда ты исправишься? А что насчет Бога? Он говорит, да все в порядке, Иисус умер за мои грехи. Понимаете? Поэтому мы не верим в это. Нет, вы сами будете нести ответственность за свои грехи. Но если ты постараешься, милость Аллаха огромна. Он может простить тебе все. Все, верно. Но мы должны стараться, верно? Имеет смысл? Большое спасибо. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Нет, все было ясно. Нет? Хорошо. Большое спасибо. Отлично. Большое спасибо. Хорошего дня. Хорошо. Как дела? Как вы, ребята, решили, что Иисус был мусульманином? Во-первых, что такое мусульманин? Я знаю, что такое мусульманин. Я объясню тебе это. Если ты скажешь мне, что такое мусульманин? Вы следуете Мухаммеду и за Богом. Мы тоже следуем за Богом. Хорошо. Отлично. Например, те люди, которые следовали за Авраамом, были ли они мусульманами? Нет, они не были мусульманами. Но они были. Кто пришел раньше? В этом вся суть. Это не так. Я вам скажу. Кто пришел раньше? Я вам скажу. Первый человек, Адам, был мусульманином. Да, я вам говорю это. Кто это сказал? Я скажу вам. Кто это сказал? Ты хочешь, чтобы я сказал тебе? Да, скажи мне. Хорошо. Тогда слушай. Хорошо. Что такое мусульманин? Ты знаешь арабский? Да, да. Хорошо. Отчего происходит слово «муслим»? Отчего? Ты ведь знаешь арабский. Тогда скажи мне. Да, это ты должен сказать мне. Хорошо. Слово «муслим»? Хорошо, идите сюда, идите сюда. Я не араб. Хорошо, хорошо. Иди сюда, иди сюда. Ты ведь говоришь по-арабски, верно? Хорошо, хорошо. Хорошо, иди сюда, иди сюда. Что лингвистически означает слово «муслимманин» в арабском языке? Ты должен мне сказать. Я скажу тебе. Слушай, слушай. Давай. Слушай, слушай. Я скажу тебе. Муслим. Муслим происходит от слова «аслема». Что означает «аслема»? Да. Что означает «аслема»? Я не знаю. Ты сказала, что знаешь арабский язык. Нет, я знаю арабский. Хорошо, очевидно, что нет. Иди сюда. Подойди. Итак, «муслимманин» происходит от слова «аслема». Что означает «аслема»? «аслема» означает «подчинение». Подчинялся ли Иисус... Подчинялся ли Иисус Создателю? Нет. То есть Он не подчинялся Создателю? Иисус — это Бог. Ладно. Подойди, подойди. Хорошо. Подчинялся ли Иисус Создателю? Да или нет? Нет, ответь на мой вопрос. Хорошо. Хорошо. Говори. Например, ты мусульманин. Да. Пришла другая религия? Да. Скажем, это произойдет завтра. Хорошо. Что ты скажешь им? Ты поверишь им? Ты последуешь за ними? Сначала я спрошу их об их религии. Ты последуешь за ними? Конечно, я читал. Ты последуешь за ними? Ты хочешь, чтобы я ответил? Ты задала вопрос, но не хочешь слушать. Итак, если кто-нибудь... Я хочу спросить. Могу я сначала ответить ей? Если придет другая религия, которая... Нет, но... Ты задала вопрос. Позволь мне на него ответить. Позволь спросить. Ты уже задала вопрос. Хорошо. Скажем, завтра придет новая религия, и они говорят, что мы на истине, а мусульмане нет. Что ты им скажешь? Я просто спрошу их, как? Я просто проверю их утверждения. Я задам им вопросы. Поэтому я буду исследовать это. Я читал о каждой религии, которую мог. Я прочитал Библию. Я имею в виду, вы можете видеть здесь. Это Библия свидетелей Иеговы. Это мормонов. Это версия короля Иегова. Обычная Библия. Ты протестантка или католичка? Кто ты? Католичка. Католичка. Хорошо. Позвольте мне спросить вас, являетесь ли Иисус Богом? Являетесь ли Иисус Богом? Являетесь ли Иисус Богом? Да, Иисус Бог. Хорошо. Знает ли Бог все? Да. Знает ли Бог все? Да, Он знает все. Хорошо. В Библии. Знал ли Иисуса части? Знал ли Иисуса части? Хорошо, здесь. Итак, смотрите. Здесь, в Марке 13, 32, в вашей Библии сказано «Но о том дне и часе». Но это не наша версия. Это в вашей Библии, версии короля Якова. Какой Библией вы пользуетесь? Католическая Библия. Это и есть католическая Библия. Поищи это, когда вернёшься домой. Марк 13, 32. У тебя есть смартфон? Открой свою католическую Библию. Там сказано «Но о том дне и часе никто не знает. Не ангелы на небесах, не Сын, а только Отец». Но Отец знает. Так как же Сын может не знать, если Он Бог? Здесь написано «Смотри». Ты читал? Да-да, я прочитал. Я сосредоточился. Это не важно. Слушай, слушай. Ты просто бежишь от этого. Подожди, подожди. Ты сказала, что Бог знает всё. Твоя Библия говорит, что Иисус не знал часа. Ты сейчас не слушаешь. Ты не слушаешь. Мне очень жаль, прости. Мы не хотели тебя задеть. Хорошо. Марк 13, 32 говорит. О том дне и часе никто не знает ни ангела на небесах, ни Сын, а только Отец. Не Сын, а только Отец. Потому что Он Отец. Так как же Сын может не знать, если Он Отец? Иисус — это Отец. Иисус — Отец? То есть Он молился самому Себе? Да. Ты не хочешь понимать. Нет, я хочу. Если Он Отец, и Сам сказал, что Отец больше, чем я. Как Он может быть больше, чем Он Сам? Потому что... Слушай. Да, я слушаю. Хорошо. Ваша проблема с воплощением. Ты хочешь говорить по-английски или по-арабски? Лучше по-арабски. Хорошо. Вы говорите, что Иисус — это Аллах. Нет, мы не говорим, что Он Аллах. Упаси Аллах. Послушай, послушай. Если Иисус — это Аллах, кому Он молился? Ну, кому Он молился? Иисус — это Аллах. Кому Он молился? Он спустился на землю как человек. Так кому же Он молился? Он молился Богу. Ты только что сказала, что Он — Бог. А затем ты сказал, что он молился Богу. Он Аллах? Да. Хорошо. Кому он поклонялся? Аллаху. Нет, нет. Слушай, слушай, слушай. Если он Бог, то кому он молился? Кому он молился? Он молился себе. Значит, Бог молится сам себе? Нет. Да. Кому он молился? Послушайте, это очень простой вопрос. Вы на него не отвечайте. Когда Иисус... Мы ответили. Нет, нет, потому что в этом нет смысла. Как Бог может... Вы говорите, что Иисус мусульманин? Да, Иисус мусульманин. Мы утверждаем это. Если вам это не нравится, продолжайте идти.